Привет, народ! Это экспериментальный выпуск на канале. Я давно не снимал никаких интервью, и поэтому хочу сделать какой-то экспериментальный лайв-выпуск. И выпуск этот будет про нашу поездку, большую диджейскую поездку в Дагестан. В общем, инициаторами поездки выступили ребята-москвичи, которые снимали техно-сеты в крутой локации, там, где шагающий экскаватор, это где-то в Подмосковье. Им стало мало этих кадров, и они захотели поехать в Дагестан на красивый каньон, чтобы наснимать там больше промо-видео. И мы с легкой руки подключились и поехали на трех машинах из Краснодара в ночь на 1 сентября. Давайте посмотрим, как это было. Ну что, надо же вести блог, да, про Дагестан. Уезжаем мы в Дагестан, с нами диджей Микки. На самом деле, я уже говорил, Микки поехал в Дагестан, только потому, что я послушалась «Доги стайл». Вот еще одна машина с логотипом WorkDigy. Ты знаешь, что-то куда сказать? Здесь у нас Валерия Сергеевна и семейники. Короче, на часах полвторого ночи мы вот такой дружной ГОП-компанией. Вот такой ГОП-компанией. Собрались в Дагестан, чтобы снимать диджейский сет. Едем на трех машинах. У нас просто беда, бар Настенька превратился в парни, не бар, а как будто наливается. Открыть его, приоткрыть? Да, 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 приоткрой. А кто будет это в машине? Это пойдет к нам в машину. Я не буду его пить. Вот так вот ехать, в чистой женской компании. Мы в основном в двойке с тобой вывезем. Вперед. В общем, едем мы на трех машинах. Леха едет спереди, я еду посередине, сзади Рома. И мы едем спокойно на крейсерской скорости с девчонками, смотрим фильмы, никуда не торопимся. Леха же спереди едет и постоянно топит. За что мы, кстати, ехали с рациями, дали ему погоняло Скипидар. Позывной Скипидар. И вот я смотрю, едем по темной трассе, наверное, они отъехали еще там сотню километров. Смотрю, что-то мелькает. И тут вижу, как Леха просто сбивает зайца. Я сбил зайца. Да. Так получилось. Только что ребята сбили зайчика. Блин. Ребята, по кустам сильно не разобретайтесь. Жест. Зайцуха она. Ну, подбирай, что. Ну, хоть не мучился. Убежал? Ну, убежал. Вот он дохлый лежит. Сейчас вы их вот не только изборачены. Киса. Кошак. Кисун. Берегись, берегись вон того дядю. Вон того дядю, вон на той белой машине. Да, ты зайцем говори, зайцем. Да, можете пробить? Да, давайте. Ты купил? Тихо, тихо. Надо, чтобы Рома не видел. Операция И. Нормально. Ребята, нам надо перед Чечнёй, перед Мондоком переодеться. Шорты и прочее. Да, да, это будет. Я уже передик. Мы решили, во сложность ситуации, заехать, посмотреть Грозный. Насколько это крутой город. Но там есть свои особенности. Нельзя вот, как я, быть шортом. Как там и дигра. Ну, и девушкам, естественно, тоже нельзя. Там оголенные колени, оголенные тренировки. И, конечно, мы туда приезжаем, и будет уже как бы жарковато. Вот мы проехали Пятигорск. Дальше начинается уже серьезный Кавказ. Вот там вдалеке видны горы. Горы белоснежные, такие красивые. Вон особенно. И, наверное, камера не возьмет. Вот, поэтому мы уж все переоделись. Вот Мася вообще цыганка. Ай, на-не-не. Я хорошо. А тебе нельзя, тебе нужно закрыть плечи. Не надо. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Маршрут у нас был через весь Северный Кавказ. Через несколько республик. Это Кабардино-Балкария, Ингушетия. Что там еще? Чечня. Ну, и, собственно говоря, сам въезд в Дагестан. И вот на каждом въезде в республику останавливали какие-то блокпосты. Стоят там автоматчики останавливают, проверяют документы, записывают данные каждого пассажира. Каждый выходит, там показывает документы. В общем, такая тягомотина, как будто проходишь таможню. Ну, естественно, я этого не снимал, потому что как-то глупо направлять камеру на людей с автоматами. В общем, ситуация такая. Въехали мы в Ингушетию. Рому останавливают, всех останавливают на блокпосту. Рому просит открыть багажник. Нас не просили. Рома открывает, а там мужики с автоматами стоят. Открывают, а здесь шпок. Автомат. Они его посмотрели, там что-то поржали. Ну, это страйкбольный автомат. На аккумуляторах с пульками. Остановят. Да, автомат, он все, он по виду, ты как настоящий. Пятьсурок, это страйкбольная штука. Он же, по факту, сделан из настоящего. Да. Стабильная коробка, все корпусы, от оригинального автомата. Может, охолощенную. Не, но все равно. Не охолощенный, потому что корпус берут от настоящего, а в нитрянку ставят от этого. Ну, короче, хорошо, что нас не застрелили там немножко на посту. Едем дальше. Дальше Грозный, Чечня. Дальше мы заехали в Чечню, остановились погулять в Грозном. Там, кстати, довольно красивый, уютный, такой спокойный город. Со своими обычаями, конечно, там нельзя ходить в шортах, там даже мужчинам, там. У женщин, тем более, должно быть все закрыто. То есть там не продается алкоголь, там не принято курить на улицах. Ну, у них свои какие-то там внутри мусульманские законы. Грозном я снимал малое, не снял мечеть. Но, в принципе, уютный такой городок. И вообще даже не скажу, что там 20 лет назад был полный трэш-ад и город стоял в руинах. Это, насколько я понял, да, это проспект Ахмада Кадырова. Отдар Амзана. Кстати, все люди ходят в масках, женщины ходят в платках. Ахмада Кадырова. Заселяемся, у нас встречает какой-то маленький пацан. Все, все, все. Вот такие у нас номера. Тут даже свой стриптизер есть. Вот он. Вот он. Приехали уставшие, не спавшие, проехали тысячу километров. Вот разместились на базе, успели там только помыться, грубо говоря. Ну, отдохнуть не успели, потому что Марат нас пригласил к себе на дачу на хинкал. На блюдах хинкал. Кстати, не надо путать хинкали грузинский и хинкал дагестанский. Это абсолютно разные блюда. Но это очень вкусно. Ну, вкусно. 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 Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Наконец-то мы долетели, если можно так сказать. Доехали, доползли. Вот, Марат пригласил нас. Такое гостеприимство от Марата. В общем, мы проснулись, позавтракали. Отдохнули, гуляем по базе. Погода плюс 35. А вот и ребята, москвичи подъехали. Привет. Как, как, погодка? Да, так, ну, холодновато немножко. Время Носковское. Носковское совпадает с Московской. С собой мы взяли комплекты Техниксы 1210. Кстати, спасибо Саше Лоциннику за то, что он любезно предоставил свои Техниксы, потому что не все диджеи дают свои вертаки. Потом мы взяли S3 Пульт Пионер. Еще там несколько вещей. Взяли фейзы, тайм-коды для Серата и так далее. Ну, и решили перед поездкой на каньон, она должна была 3 сентября на следующий день состояться, и, соответственно, порепетировать на базе. Решили выставить весь сетап на базе и заодно там поковыряться с фейзами, потому что, когда мы их подключали, все время куда-то уплывала скорость, возникали какие-то проблемы, траблы. Мы, конечно, достаем винилы. Микки будет подключаться. Хорошо, когда есть технический специалист, который это все сделает. О, нормальный такой домик, как на детской площадке. Специально для Микки. На самом деле, Микки привычно, она на площадке всегда под грибком выкрает. Это вы еще в ракету не заглядывали. Короче, ситуация такая. Мы здесь вот на берегу подключились, но у нас нет колонок, вообще нет никаких. Марат везет свой комплект BMC Акустик. А пока это происходит вот так вот. Музыка исходит вот отсюда. А где Марат? Марат, где? Где Марат? Марат должен приехать с колонками. Опа! Вы посмотрите, что написано. Только на кириллице по-русски. Короче, показали, уехали. Знаете, как вот еврейские хозяева, гости, они такие ставят на стол и тут же убирают. Вот разгрузки аппарата. Блин. Опа! Посмотрите. Машина с крымскими номерами, маратовская машина. Все по-дагестански. Беряйте, что там внутри. Песком прям коря выше. А мы это засняли, все нормально. Если что, Никита, паспортные данные, пожалуйста. 45 дней. Никита Монтов. Мы с парнями выучили дагестанский язык. Знаете самое главное правило дагестанского языка? Просто к любой... Это нормально. К любой... Там, говорят, дагестанцы сидят садик. Просто к любой фразе добавляешь слово «жи есть». И вот, да. Поэтому мы Лере на чистом дагестанском языке написали. Подписали машину. Лера, жи есть. Ребята, обычно у московских диджеев не принято таскать аппарат. У нас здесь исключение. Да, я всегда таскаю. Все, все, бездовольствия. Сейчас будет звук. И боковой, и нижняя. Вот это комплект от Marato BMC Acoustic. Называется тут очень крутые самы. Я на них недавно работал. Они прям рвут. Несмотря на свой размер, пятнашки, они играют как восемнашки. Прям очень рекомендую послушать. Но, несмотря на все это, коммутация... В чем? Боус. В чехле Боус. Ну и заодно мы послушали новый комплект от Marato BMC Acoustic. Я до этого слушал, кстати, комплект сабы и топы на восьмерках. Давление сабов, оно прям реально очень крутое. Но в восьмерках не хватало вот этой детальности, именно верха. И Marato презентовал здесь новый комплект уже на сдвоенных восьмерках с поворотным рупором. И вот они очень круто раскрываются. Появилась детальность, громкость, четкость. Вообще, ну, просто очень круто звучит. Мы там все заценили. Мы залили вот этим маленьким комплектом реально там практически весь пляж. Это первый новый комплект BMC Acoustic от Marato. Вот он сам Marato, сам производитель. Мне кажется, сейчас придут люди жаловаться. Это очень громко. Это реально. Он раскрывается как линейный массив. Чемпиональный звучок. Там вообще офигенно не подавилось. Здесь не лоится. А там была антенна, вытащить. Да, здесь уже пульт отваливается. Но звук здесь прошибает вообще просто. Нереально. Блин, это реально звучит как линейный массив. Просто, по-моему, мы весь пляж тут взорвали. И вот такая компоновка тоже есть на этих колонках. Марат, сколько раскрытия по градусам? По градусам. Сама колонка в таком варианте раскрытия 120. Клупор поворотный тоже 60 на 40. То есть в таком положении он сейчас стоит на 60 градусов раскрытия. Ну, это гибридная конструкция, получается. Две восьмерки нагружены полурупор, полуфазик. Поэтому он и дальнобойный, и как элемент массива получается. Еще можно сделать, вместо рупора поставить волновод. Вот такой элемент массива. Ну, естественно, там под градусочкой телезки ставить придется. Есть два инструкция. Короче, у нас какая-то проблема с винилами, с пейзами, с тайм-кодами. Уже целая толпа людей здесь. Что покажешь, мастер-класс. Целая толпа людей здесь разбирается. А зачем ты так сделал? Чтобы ты вышел нормально. Да я просто так пластинку поставил, хотел что-то проверить. Ну вот он бьет током. Вот я трогаю. Работает все. Бит. Вот он тебя вновь выставил, вот сейчас, по звуку. А если пускать его через сирата, он сразу дает... Я же говорю, что это не механическая проблема, это проблема с сиратой. В следующий раз землю над этой, языком проверять. Есть, нету. Это не то над языком проверять. Не, ну это каждому свое. Вон там Регина сидит, ее надо языком проверять. Ребята готовы, и припев все вместе. А вот оценители текто-музыки. Да, да, это... Пришли на звук. Ребята, сами мы не местные. Подскажите, пожалуйста, где здесь рот топтать? Рот топтать вот там, можно на рогах пошатать. Смотри, вон там. А что там? А что там, да? А я очень люблю. Короче, все гуляют, все бухают. А я в комнате один. Видите, я за рулем. Ну, будем спать, а что делать? Ну, и на следующий день мы уже выдвинулись туда, в Сулакский каньон из Избербашина. Как раз на то место, ради которого мы, в принципе, ехали в Дагестан. Друзья, мы прибыли на каньон. Наконец-то до сюда добрались. Я там некрасиво сделала лицо с ним, бизанк. Да? Да. А у Регины вообще секса давно не было, и ничего. такая вот локация красота просто просто круто посмотрите домики какого размера придешь какая высота тут километра полтора на посмотреть короче ситуация такая вот мы на площадке уже все готово все подключено все заряжено но подъехал местный хозяин вот этой машине и говорит ребята с кем согласовано это частная территория снимать здесь не позволим и вот сейчас мы разбираемся чем на чем сошлись не знаю сейчас при сейчас начало лет но это частная территория то есть у него там документы здесь ресторан стоит а вот это как к ресторана то есть я предложил им снять это промо роли видос ролик дать или он сказал мы снимаем или нет надо уже просто опять же лично чего не понимает о чем просто речь идет еще видео снимать что до диджея промо ролики вы кто все давайте поехать давайте давай начнем а там давай на все съемочные группы в ожидании разборка ничего как тут все приехала подмога какая-то ну по моему что-то сдвинулась мертвой точки человек уехал нас с нас не шуметь громко потому что там мечети и жилой поселок когда на чем молиться бы начали из нас облет территории и отметить их в инстаграме ну как бы все все вообще не проблема все ура работаем а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стас подошел к сетапу по-другому. Просто Эбблтон. Эбблтон. Да, сегодня мы будем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хинкал. Настоящий. Хинкал же есть? Хинкал же есть здесь. Ой, я же забыла. Сейчас покушаем. Нам принесли горячий хинкал. Кофе с таким видом. У меня даже есть бонус в бульоне. Вот. Заметить нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, решили мы сменить локацию. Туда проезжает слишком много народу. И мы решили приехать вот сюда. Синтезатор сейчас новым тебе будет? В общем, да. Все, ты все сделаешь синтезатор, тогда мы его убираем. Теперь стол центровать надо относительно колонок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Её, она грязная. Это нормально. Рабочие условия. Короче, переехали мы на новую локацию. Начали играть. И посмотрите, уже народ собирается. Костика на плин раздает. Прям не по-детски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кирилл попросил не снимать жопу, потому что она в сланцах и в шлепочках. В общем, изначально мы решили, что на каньоне играть на контроллерах как-то не камильфо, такая красивая локация, и нужны обязательно винилы, и что все мы будем играть на винилах. Ну, ребята, которые играли техно-сеты, они отыграли там на иголках, на пластинках и так далее. А с винилами и с фейзами возникла вот реально проблема. Почему-то один всегда уплывал, и получались кони. Короче, очень сложно было это все синхронизировать. Мы не смогли откалибровать и дать ума Серата, времени тоже особо не было. Поэтому мы все-таки решили, ну, те, кто отыграл на иглах, отыграли, а все остальные отыграли на других там инструментах. Кто-то на Эблтон, а все, кто оставались, просто на обычном контроллере SX, на пионере SX. Сейчас, пока Кирюха разбирается. Сейчас, сейчас, сейчас. Профессиональный мастер, который что-то сейчас, сейчас, сейчас. И, кстати, здесь пригодилась светлая тема в Серату, потому что, понимаете, там солнце, ничего не видно. И вот как раз я вспомнил то, чем давно не пользовался. Я забыл о существовании, и вот сейчас как раз нажал, все, тема инвертируется, и все видно. Круто, кстати, не забывайте про светлую тему в Серата. Ладно, поехали. Мотор. 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 генератор 3 киловатта реагирует на комплект вот так вот пока мы делали вторую часть съемок нас оставалось там наверное человек 10 и стали собираться люди постепенно на звук стали приходить люди собираться какой-то образовывать толпу там джигиты на конях на квадроциклах девушки в хиджабах такие повязанные стали приходить мусульманские в общем образовываться толпа естественно это же дагестан там появились джигиты которые захотели станцевать лесгинку мы все обсудили и решили поставить последним как раз играл никита и он должен был поставить лесгинку причем микки на опыте и говорит такая ты выбери главное правильную лесгинку потому что я типа однажды поставила азербайджаном грузинскую лесгинку и там говорит меня чуть не убили короче был скандал но такой да окей все короче отыгрывает никита свои последние там аккорды и следом втапливает лесгинку естественно ставит не ту лесгинку в общем играет это не та лесгинка если она для нас они примерно плюс-минус все одинаковые то у кавказских народов они между собой но прям кардинально отличаются и вот играет как раз не та лесгинка которая должна была быть которую там хотят слышать дагестанцы и они абсолютно не реагируют они стоят такие вот не хлопают не танцуют ничего просто с каменными лицами микки в это время говорит не та лесгинка марат просто такой че-то ходит такой ему стыдно перед дагестанским народом ну в общем а отыгрывает все народ вообще ноль эмоций вот 0 внимание по они просто стоят и как бы никак вообще не реагирует на это следом марат он как раз рулилась пульта с цифрового и с айпада сразу там ставит там есть play back короче и у него естественно он живет дагестане он местный у него есть там свои лесгинки ставит нужную лесгинку и тут пошло-поехало сразу потянулись эти джигиты начали там танцевать одна пара потом вторая пара вот так в принципе марат спас спас нас правильной лесгинкой в дагестане ну а мы уехали от туда живыми ну в общем как то так получился такой небольшой лайф-влог если вам понравилось ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк это я тоже люблю ну и самое главное ставьте правильную лесгинку пока